Деревенский дом Даже днем там постоянно ощущается чье-то присутствие. Сегодня ночью я отправляюсь в этот дом и проверю, правда ли все то, о чем говорят. Меня зовут Александр Кошкин. Это проект «Сверхъестественное». Приятного просмотра. В общем, друзья, зашел я в дом. Вот входная дверь. Дом находится посреди жилого села. Так, это, друзья, двор. Но двор весь зарос. Поэтому походить здесь не получится. На улице идет дождь. Ну, а я захожу внутрь. Спасибо. 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 В доме, друзья, работает свет, но на данный момент лампочка перегорела. И уже до этого я сюда пришел, положил свои вещи. Спасибо. 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 Продолжение следует... Что ж, друзья, сейчас я приготовлюсь к экспериментам, и мы продолжим. В общем, друзья, сейчас у меня одна камера ночная снимает именно вот это место, вот эту свечу. И вы сами сейчас видите, как ведет себя эта свеча. Вот тут у меня стоит еще одна свеча, но она ведет себя очень спокойно. Здесь я повесил колокольчики. Здесь вот раньше стояла кровать, и хозяева этого дома неоднократно наблюдали, что вот в этом месте постоянно кто-то был. Какой-то силуэт или призрак или тому подобное. Здесь, друзья, у меня еще одна свеча и еще одна камера, которая снимает эту комнату. Итак, друзья, первый эксперимент с диктофоном. Вот именно в этом месте, по словам хозяина, больше всего происходит активность. Если в этом доме кто-то есть, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Ты можешь мне что-нибудь сказать? Если в этом доме кто-то есть, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Ты можешь мне что-нибудь сказать? Пока же, друзья, ничего не было слышно. Давайте попробуем еще раз. Если здесь кто-то есть, дай мне знак. Вступи со мной в контакт. Вступи со мной в контакт. Друзья, такая ситуация вот сейчас. До этого у меня сломалось крепление на камеру. Отлетело. Сейчас камера лежит отдельно просто от крепления. Вот сейчас во время записи у меня закончилась кассета на диктофоне. Такое чувство, как будто если здесь кто-то есть, то эта сущность не дает мне ее записать или снять. Я не удивлюсь, если у меня сейчас на обоих камерах сядут батареи резко. Так, ладно, с диктофоном у нас не получилось. Сейчас попробуем с измерителем электромагнитных полей. Друзья, у меня только что перестал работать измеритель электромагнитных полей, хотя до этого он работал, и здесь стоит новая батарея. Но почему-то именно вот в этом доме, бля, он перестал работать. Я не понимаю, что происходит. Также у меня до этого, когда я записывал запись на диктофон, вот здесь вот, отключилась одна из камер, ночная камера. Вот. Она у меня работает от павербанка. Павербанк у меня полностью заряжен. Затем, когда я завершил эксперимент, я подошел к ней, и она включилась. Я не понимаю, что здесь происходит. В общем, друзья, я не знаю, как вам сказать, но такая ситуация у меня первый раз. У меня мало ли того, что отказал измеритель электромагнитных полей, плюсом диктофон, который только что еще работал, но во время эксперимента, я подумал, что у меня закончилась кассета, и решил ее просто поменять в стороны. Диктофон вообще перестал работать. Чтобы вы мне поверили, вот здесь вот вставляются батареи. Я только что поставил новую батарею. Да даже еще на старых было полностью, здесь вот горят лампочки, индикатор батарей. У меня полностью погасли. А вот сейчас у меня запищала вторая камера, которая ночную съемку ведет. Отключается сама по себе. Хотя работает от павербанка. Так вот, нажимая на кнопку, лампочки должны загораться, должен быть идти индикатор. Но он совсем не хочет работать. То есть он подает какие-то небольшие звуки, но он не работает. Я не знаю, что происходит. Даже если полностью закончилась кассета, он в любом случае должен мотать ее назад. То есть я могу старые записи прослушать. А получается так сейчас, что я не могу ни новые записать, ни старые прослушать. И он вообще отказался работать. Также, друзья, нашел я у себя измеритель температуры. В данный момент на нем 22 градуса. Вот. Я поставил его здесь. Я не знаю, возможно, здесь от свечи он будет греться. Сейчас я попробую его в другую комнату унести. И периодически буду на него поглядывать. Получается так, друзья, что у меня просто отказал все оборудование. То есть измеритель электромагнитных полей с новой батареей отказал. Вообще не включается. Это тоже не работает. Я не удивлюсь, если у меня сейчас и термометр откажет. В общем, друзья, сижу. В ожидании будет что-нибудь или нет. Со всех сторон обстоял с камерами. По поводу оборудования я полным сейчас нахожусь в замешательстве. У меня такое вообще в первый раз. Где бы я ни был, но чтобы у меня отказывалось все сразу, такого не было никогда. То есть бывало, да, там, как-то гручило, там, мог отказать один прибор, но не все сразу. Спасибо. 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 На улице, друзья, идет дождь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В общем, друзья, удивительно, как ведут себя свечи. Субтитры сделал DimaTorzok Что одна, что вторая. Что одна, что вторая. Субтитры сделал DimaTorzok сейчас друзья при вас я меняю обратно на старые батарейки до этого на не все прекрасно работало опять ничего не работает абсолютно ничего не хочет работать температура на термометре друзья упала на 1 градус было 22 с лишним сейчас тут 21 не особо значимая разница если в этом доме кто то есть дай мне знак и 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 что ж друзья на этом у меня все я покидаю этот дом если что то засняли мои камеры вы все это как обычно увидите в этом видео подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписаны на меня зовут александр кошкин всем удачи всем пока и и и и и и и и